Всем привет, с вами Эд. Сегодня я бы хотел ответить на вопрос по тегу вопрос Эду. Задает вопрос Елена. Выложила она фотографию. Бриоша, булочки. Вот, собственно, эта фотография. И вопрос звучит ее так. Как обработать блики и отражения? Очень много я получаю таких вопросов. Очень много разговоров в чате, как всплывают вопросы. А как же бороться с отражениями? Как бороться с бликами? Что нам с этим совсем делать? Я всегда отвечаю, в принципе, одинаково. И сейчас вам постараюсь быстренько еще раз на это ответить. Смотрите. Блики бывают разные. Бывают очень-очень паразитные блики. Бывают какие-то акцентные блики. Бывают отражения неуместные. Бывают цветные рефлексы, которые вам не хотелось бы показывать. Особо сильно переживать не нужно по этому поводу. На этой фотографии, конкретно эту фотографию сейчас разберем. На этой фотографии все, что делают блики, это добавляют атмосферности кадру. Без этих бликов. Если бы стекло... Вообще, как мы видим стекло? Стекло, оно прозрачное. Мы только что с Кириллом разговаривали. Он ржал над тем, что его просят сфотографировать украшение, в котором есть прозрачный кусок. При этом они хотят сфотографировать на белом фоне, но чтобы прозрачный кусок было видно. Прозрачные объекты, их форму мы рисуем бликами. Да, обычно это какие-то стерильные блики, которые в студийных условиях рисуются с помощью, я не знаю, стрипбоксов, каких-то вот таких рассеивателей. Но чаще всего, если вы снимаете, особенно с естественным светом, то блики у вас появляются от окна. То есть, блики появляются от источников света. В данном случае мы можем сказать, что окно находится достаточно далеко от композиции. Мы видим, что-то было либо использовано, либо это стена в качестве отражателя. То есть, мы видим какой-то объем, мы видим глубину. В данном случае блики вообще не отвлекают. Меня вообще не отвлекают. Если бы это были стерильные стеклянные поверхности без бликов, либо с бликами какими-то прорисованными с помощью каких-то техник прорисовки бликов, скорее всего, фотография была бы не такой аутентичной и не такой атмосферной. Другое дело, что, например, тут есть... А, нет, это я сохраню для первая в голову. У нас еще есть хэштег первая в голову, по которому я пока собираю картинки и буду снимать, скорее всего, из дома. Сейчас я нахожусь в студии. Скорее всего, из дома буду снимать видосики. И что первое мне приходит в голову при просмотре вашей картинки? Вот, про это мы отдельно еще поговорим. Вот, что касается бликов, я считаю, что я все рассказал. То есть, не нужно их бояться. Нужно либо уметь их создавать интересные, либо уметь утилизировать то, что уже имеется. То есть, например, в данном случае меня блики не отвлекают. Они не супер яркие, не выбитые, не переманивают на себя внимание, вот, например, на пудренной верхушке. Я бы не советовал, в данном случае, отвечая дословно на вопрос, как обработать, я бы не советовал с ними ничего делать. Я бы посоветовал обесцветить бутылку немного, потому что, например, стакан прозрачный, а бутылка зеленоватого оттенка. Еще я бы посоветовал даже немного прорисовать эти блики. Adjustment Brush в Lightroom, либо в Photoshop кисточкой через маску, прорисовать блики. И я думаю, что должно получиться еще интереснее. Собственно, вот. А свой вопрос Эду вы можете задать у себя в аккаунте Instagram под свежей фотографией, пожалуйста, друзья. Используйте теги под свежими фотографиями, потому что это позволяет мне охватить большее количество народу. Если вашу фотографию уже посмотрели, вы через неделю на ней ставите тег, никто никогда этот тег не увидит. Тег нужен только для того, чтобы люди заинтересовались этим тегом, перешли по нему, нашли либо меня, как человека, который отвечает на вопросы по этому тегу, либо нашли вообще, что есть такое комьюнити, где задают вопросы, где получают на них ответы. Вот. Поэтому в свежем посте вы добавляете хэштег вопрос Эду, отмечаете меня на фотографии, и если этот вопрос окажется интересным, я обязательно на него сниму вот такое корыфненькое видео. А на сегодня это все. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok